В 2018 году перед коллективом санатория были поставлены основные задачи. Осуществление деятельности в соответствии с выстроенной и действующей интегрированной системой управления качеством, основанной на международных стандартах. Внедрение методов бережливого производства в плане реализации концепции бережливой санатории. Повышение качества всех оказываемых услуг. Оптимизация и внедрение инновационных технологий санаторно-курортного лечения, медицинской и медико-психологической реабилитации. Дальнейшее совершенствование материально-технической базы. Главный итог работы коллектива в 2018 году – успешное прохождение сертификаций и получение сертификатов в соответствии с системой менеджмента качества требованием стандарта ISO 9001 и системы экологического менеджмента требованием стандарта ISO 14001. Получение диплома премии правительства Российской Федерации в области качества в рамках внедрения проекта самооценки деятельности санатория на соответствие критериям премии. В плане реализации концепции бережливой санатории внедрена система Канбан в аптеке и медицинских отделениях, которая позволила сократить временные и материальные издержки, связанные с обращением лекарственных препаратов и медицинских изделий. В медицинской регистратуре установлен программно-аппаратный комплекс управления пациентом потоком и электронной очереди, что позволило повысить качество сервиса и сократить время ожидания с 15 до 5 минут. В помещениях лечебно-диагностического центра и медицинской регистратуре установлены два сенсорных информационных киоска для возможности самостоятельного получения пациентами необходимой информации в любое время суток. После регистрации земельного участка и получения его в постоянное бессрочное пользование проведены масштабные работы по созданию ограждения вдоль курортной улицы, контроля пропускного пункта с автоматизированными рабочими местами, системой контроля доступа пациентов, что позволило создать безопасные условия для работы приемного отделения. До этого момента доступ в помещение отделения был свободным с территории городской улицы и в полной мере не обеспечивал безопасность его сотрудникам. Внедрена система электронной идентификации пациентов при помощи электронных браслетов на платформе 1С с установкой считыватель на контрольно-пропускном пункте, приемном отделении, кабинетах врачей, медицинской регистратуре, турникетах в столовой, что позволило вывести санаторий в организации обслуживания пациентов на принципиально новый уровень. Оптимизирована структура подразделения основной базы санаторий и созданы отдел бронирования рекламы и маркетинга административно-хозяйственное отделение. В отделе бронирования рекламы и маркетинга организован колл-центр на 4 посадочных места с IP-телефонией, беспроводными гарнитурами, программным обеспечением, системой CRM на базе платформы 1С, единым бесплатным номером 8800 и голосовым меню для приема заявок от граждан, что позволило вывести работу отдела на принципиально новый уровень и на 17% увеличить пациента поток коммерческой категории граждан по сравнению с 2017 годом. Сформированное административно-хозяйственное отделение с колл-центром и программным модулем на базе платформы 1С позволило создать структуру для более комфортного сопровождения и размещения пациентов, подготовить и обучить с привлечением ведущих хаус-киперов страны персонал общепризнанным международным требованием по обслуживанию номерного фонда, внедрить современную систему получения высокоэффективных моющих и дезинфицирующих средств для уборки с размещением пяти дозирующих станций мирового бренда «Эколаб» в помещениях основной базы и центра медицинской реабилитации. В системе питания пациентов дополнительно предлагаемому заказному меню в общем зале и расширенному в отдельных кабинах для коммерческой категории граждан организовано питание по типу «Шведский стол», что позволило данной категории граждан иметь возможность свободного выбора питания и вывело данный вид деятельности на уровень ведущих санаторно-курортных организаций Российской Федерации. Для более качественного обслуживания пациентов и удовлетворения их потребностей на втором этаже основного корпуса открыт лобби-бар, оснащенный современными холодильными витринами, кофемашиной. Пациентам предоставляется выпечка собственного производства, мороженое, 8 видов кофе и широкий выбор дополнительной продукции. С целью качественного и комфортного обслуживания пациентов в лечебно-диагностическом центре и крытом бассейне впервые организована система выдачи на каждую водную, больниологическую и грязелечебную процедуру отдельных полотенец и одноразовых простыней. До этого момента пациенты прибывали на процедуры со своими полотенцами из номеров, что создавало некоторый дискомфорт. Новая система внедрена благодаря созданию силами отдела материально-технического обеспечения двух новых помещений для чистого и грязного белья и положительно оценена пациентами. Оптимизация работы клуба позволила проводить культурно-массовые мероприятия 7 дней в неделю и использовать инновационные формы и методы работы. Масштабные семейные, спортивные и детские праздники, анимационные программы для детей и взрослых, включающие в себя квесты, мастер-классы по декупажу, валенью из шерсти, подделки из фетра, флеш-мобы, живой вокал от ведущих, постановки мюзиклов, капустников, театрализованные акции. В культурно-досуговые мероприятия впервые в истории санатория включены эстетические методы физической пластичности и гибкости – йога, пилатес, бодибалет, классические восточные танцы, аэробика, который способствует психоэмоциональной гармонии и в комплексе с лечением повышает его эффективность и качество. Впервые культорганизаторы клуба организовали работу с социально уязвимыми группами населения Крыма. Они провели благотворительные мероприятия в детских домах Сахского и Симферопольского районах Крыма. Сотрудники клуба участвовали в первом всероссийском фестивале культорганизаторов и аниматоров санаторно-курортных учреждений и заняли почетное второе место. Осуществлен перевод канала собственной кабельной телевизионной сети санатория на новое аппаратное обеспечение, что позволило транслировать канал в формате более качественного цифрового телевидения и формировать контент с обучающими и рекламными видеофильмами с целью продвижения платных медицинских и немедицинских услуг. Создано и транслируется по телеканалу санатория шесть выпусков школы здоровья. Организовано тесное сотрудничество с телеканалами региона, что позволило размещать собственные видеоматериалы о деятельности и достижениях санатория в эфире телеканалов «Тонус» и «Крым-24». В течение 2018 года снято и обработано более 120 видеоматериалов. Разработанный и реализованный электрохозяйством уникальный индивидуальный проект по освещению территории санатория с применением энергосберегающего электрооборудования позволил создать условия для световой эстетотерапии и за год эксплуатации светодиодных ламп получить экономию более 6,5 млн. рублей. С целью создания комфортных условий для пациентов в ориентации на территории санатория и в его помещениях оборудована внутренняя и внешняя навигация с подсветкой. Проведено полное переоснащение эндоскопических кабинетов, приобретена эндоскопическая видеостойка японского производства в комплекте видеогастроэндоскопа, видеоколоноскопа, видеопроцессора, отсоса медицинского, тестера герметичности. Кабинеты оснащены установкой для дезинфекции высокого уровня эндоскопов производства США, шкафом для хранения чистых гибких эндоскопов производства Англия, устройством для предварительной очистки эндоскопов производства США. Лаборатория оснащена анализатором качества спермы производства Израиля, автоматическим анализатором скорости оседания ретроцитов производства Италия. Помещения забора крови в Центре медицинской реабилитации и лаборатории оснащены современными донорскими креслами для пациентов. Рентгенологический кабинет оснащен современным флюорографическим цифровым аппаратом, оборудовано рабочее место врача и рентген-лаборанта. Кабинет ультразвуковой диагностики оснащен новейшим ультразвуковым аппаратом экспертного класса производства от General Electric США с набором датчиков. Секторным фазированным для кардиологии и транскраниальных исследований, конвексным для абдоминальных, урологических и сосудистых исследований, линейным для исследования поверхностных органов и периферических сосудов, микроконвексным, внутриполосным для гинекологических и урологических исследований. В Центре медицинской реабилитации установлена уникальная система автоматизации при аналитического этапа работы в лаборатории Весероба, которая выполняет идентификацию образца крови пациента и гарантирует безошибочный лабораторный процесс. Организован кабинет для аудиометрических исследований, оснащенный многофункциональным компьютерным комплексом для исследования слуха нейроаудио. Врач-отеринололинголог прошел профессиональную переподготовку по циклу сурдологии, что позволило впервые предоставлять пациентам лицензированные услуги по специальности сурдология. Впервые среди санаторно-курортных организаций Российской Федерации в Центре медицинской реабилитации разработано и внедрено инновационное направление экзонейрореабилитации с применением медицинского экзоскелета «Экзоатлет», что позволило вывести санаторий в направлении восстановления двигательной активности после инсультов и тяжелых травм на принципиально новый уровень. Впервые в Республике Крым с целью совершенствования медицинской реабилитации 16 врачей и инструкторов-методистов по лечебной физкультуре под руководством преподавателя кафедры специальных методов физиотерапии Академии физического воспитания Республика Польша доктора физиотерапии Мирослава Кокоша прошли обучение и освоили методику ПНФ – пропроцитивной нейромышечной фасцилитации. Данный метод широко применяется во всем мире в реабилитации больных с различными неврологическими и ортопедическими заболеваниями, в первую очередь после инсульта, черепно-мозговой и спинно-мозговой травм. С целью повышения качества оказываемых услуг под руководством ведущих экспертов все руководители структурных подразделений прошли обучение по программе управления качеством в санаторно-курортных комплексах. Медицинский персонал по программе стандарты обслуживания медицинских услуг. Младший медицинский персонал по программе технологии уборки гостевых и служебных помещений, стандарты работы хозяйственной службы в санаторно-курортных комплексах. Персонал столовой по программе «Особенности функционирования службы питания. Стандарты обслуживания». Проведенные в 2018 году мероприятия по развитию и совершенствованию всех направлений деятельности позволили профессиональному и сплоченному коллективу санатория успешно пройти комплексную систему оценки санаторно-курортных организаций с присвоением высшей категории качества и статуса санатория премиум-класса. По результатам анкетирования потребителей, проводимого научно-исследовательским институтом социальной статистики по изучению общественного мнения, санаторий стал лауреатом национального конкурса «Лучшие санатории Российской Федерации-2018». На Всероссийском форуме «Здравница-2018» удостоен трех золотых медалей. Экспертный совет социально-экономического проекта «Элита нации» наградил санаторий золотой медалью «Бизнес-элита», национальным сертификатом победителя конкурса в номинации «Лидер экономики-2018», национальным сертификатом «Социально-ответственное предприятие Российской Федерации» за высокие трудовые достижения и социальную ответственность, национальным сертификатом «Надежный партнер» за безукоризненное выполнение на протяжении более чем трех лет взятых на себя обязательств, стабильную выплату налогов, хорошую деловую репутацию и профессиональный кадровый состав. Санаторий стал лауреатом конкурса «Лучшая здравница-2018». Но самая высокая оценка деятельности коллектива, который определил для себя такие ценности, как пациента-ориентированность, профессионализм и ответственность – это слова благодарности наших пациентов. Огромное спасибо за ваш труд. Санкт-Петербург я отдыхаю в четвертый год. Здесь профессионалы своего дела, врачи. Эффект замечательный. Ты наблюдаешь в процессе лечения, что люди приходят и после инсульта, и после травм, приезжают на колясках, потом с ними занимаются индивидуально, и они выходят в итоге собственными ногами. Просто замечательно. Отличный окружный персонал, приветливый. Кормят отлично просто. Ну, как в самых лучших ресторанах. Очень сложно найти, чтобы вот так вот вкусно готовили. Пяти раз, и нам все очень нравится. Высово технологичное учреждение, где оказывается классное, высококачественное условие.